Воздействие оратора на аудиторию осуществляется еще до начала речи, с момента его появления в аудитории. Имидж формирует авторитет не только самого оратора, но и авторитет к содержанию речи. Итак, каким же образом формируется впечатление об ораторе? В повседневной жизни, в официальной и неофициальной обстановке каждому человеку приходится встречать новых для себя людей. Во многом это складывается таким образом, что на основе одного только кратковременного восприятия мы вынуждены оценивать этих людей и выбирать кажущийся нам наиболее разумным способ поведения и действия по отношению к каждому из них. Во всех подобных случаях мы имеем дело с так называемым первым впечатлением и с актами поведения на его основе. Первое впечатление – сложный психологический феномен, включающий в себя чувственный, логический и эмоциональный компоненты. В него входят те или иные особенности облика и поведения человека, оказавшегося объектом познания. Первое впечатление содержит также более или менее осознаваемые и обобщенные оценочные суждения. Наконец, в нем всегда присутствует эмоциональное отношение к тому человеку, который оказался предметом восприятия и оценки. Рефлекторные акты, результатом которых является образование первого впечатления, особенно если его формирование подчинено определенной цели, как правило, протекает при ином уровне активности горы, коры больших полушарий, чем акты, результатом которых является восприятие человеком знакомых ему людей, ведущих себя, по его мнению, обычно. Это происходит потому, что в механизм образования первого впечатления включается ориентировочный рефлекс. При появлении в аудитории оратора, появлении менеджера в офисе, студента в классе и в подобных случаях эта реакция имеет место. Оратора оценивает исключительно аудитория. Внешнее восприятие осуществляется в первые секунды его появления перед слушателями. То, что аудитория видит, может серьезно влиять на восприятие ею того, что говорит оратор. Положительное восприятие оратора, говорящего, сродни любви с первого взгляда. Общее впечатление, которое производит оратор, является синтезом не только речи мыслительных элементов, но также сиюминутных условий, которые не всегда можно контролировать. Например, освещение, помещение, усталость, раздражительность, время суток. Однако существуют относительно простые факторы, которые необходимо контролировать и которые важны для создания общего впечатления. Важнейшее значение для формирования общего впечатления имеет одежда. Мы говорим «встречаем по одежке, провожаем по уму». В этой русской пословице заложен смысл первого впечатления об ораторе, стоящем перед слушателями. Одежда воспринимается первой в облике оратора и не должна бросаться в глаза. Ее соответствие ожиданиям аудитории и характеру в ситуации предопределяет успех выступления. Одежда должна быть опрятной, аккуратной, чистой, но не вызывающей и экстравагантной. Если речь «одежда всех мыслей», то одежда объединяет и мышление, и речь, и телесные данные оратора. Итак, требования к одежде. Анатолий Федорович Кони, русский судебный оратор, советовал одеться просто и прилично. В костюме не должно быть ничего вычурного и кричащего. Резкий цвет, необыкновенный фасон, грязный неряшливый костюм, мятая рубашка, расстегнутые пуговицы производят неприятное впечатление. Это важно помнить, так как воздействие на собравшихся начинается до речи, с момента появления оратора перед публикой. Во все времена одежда выражала принадлежность к той или иной социальной группе, касте, конфессии или профессии. Форма одежды во многих случаях регламентировалась указами монархов. За нарушение этих указов виновников привлекали к суду. Итак, каковы же требования к одежде? Сегодня сложились определенные требования к деловому костюму оратора. Универсальной одеждой деловой женщины являются платье, костюм, брючный костюм или кофта с юбкой. Причем последние должны быть обязательно современными, а не просто рабочими. Женщине всегда нужно помнить, что не рекомендуется смешивать разные украшения. Например, цепочку, бусы и брошь. Допустим лишь гарнитур. Кулон, серьги, кольцо. Деловая женщина должна строго выполнять следующее правило. Никогда не! Не надевать на одну руку, на разные пальцы или на один, золотые и серебряные кольца. Приходить на работу в брюках и кофточке. Это домашняя одежда. Являться в аудиторию в платье с глубоким декольте, без рукавов или в майке без чулок. Такие варианты предпочтительны только в нерабочее время. Носить нельзя подследники с босоножками, так как подследники служат только для того, чтобы надевать в них туфли вместо чулок, но не в официальном учреждении. Приходить на работу в леггинсах или лосинах не допускается. Это одежда для спорта, загородных прогулок, выходов в магазин. Не держать носовой платок в рукаве платья или кофточки. Для этого существует сумочка или карман. Рабочий костюм для мужчины. Это прежде всего обычный повседневный костюм. Брюки и пиджак. В туалете мужчины главное – галстук. Следует помнить, что рисунок галстука не должен повторять рисунок костюма или рубашки. А с костюмом из пестрой ткани не сочетается пестрый галстук. Брюки и кожаный пиджак или хорошо сшитая куртка – приемлемый вариант. Но не для официальных мероприятий. В этих случаях допустимы рубашка и галстук. Но современнее выглядят джемпер, пуловер или свитер под горло. Только не свитер с воротником, как для лыжной прогулки. Немаловажную роль играют и носки. Именно они подбираются в первую очередь к галстуку, исключая носки красного цвета. Затем к цвету брюк и, наконец, к цвету обуви. Скромность в одежде предпочтительнее экстравагантности и эксцентричности. Общее впечатление об ораторе формируют телесные движения. Говоря о внешнем облике оратора, Ломоносов отмечал – телесные дарования надобны, также дародство и осанковый вид приличны, ежели слово перед народом говорить должно. Оратор, посмотрев на себя, увидит прежде всего форму, а уж затем содержание речи. Под телесными движениями понимается весь комплекс движений человека в процессе речи. Поза, ходьба, жесты, мимика. Установлено, что аудитория подвержена состоянию эмпатии, то есть способности перевоплощения, ощущению действий и состояния оратора, как своих собственных. Эта проекция сознания является сутью эмпатического отклика. Возможно, многие переживали это состояние в ситуации, когда являлись свидетелями случайного падения человека на улице, ощущая чужую боль как свою. Эмпатия включает в себя мускульную реакцию, поэтому аудитория частично имитирует действия оратора. Когда оратор выглядит смертельно испуганным и напряженным, аудитория как бы умирает. Когда он устал, аудитория также чувствует усталость и скуку. Когда он мечется по аудитории, как лев в клетке, то аудитория устает быстрее него. Таким образом, оратор должен адаптировать свои телесные движения к эмпатическим требованиям и ожиданиям аудитории. Стараться пользоваться такими движениями, которые помогают достигнуть цель речи. Существуют внешние приемы, позволяющие приковать внимание слушателей. Во-первых, не следует выбегать на кафедру или же за трибуну, или идти к ней нарочито небрежной походкой. А взойдя, не надо торопиться сразу же выпаливать слова. Такой оратор производит впечатление зазубрившего урок мальчишки, который боится забыть выученные слова. Отдельные начинают говорить от двери или не доходя до трибуны, еще не повернувшись к аудитории. В глазах слушателей возникает образ нетерпеливого человека, желающего сразу же взять быка за рога. Напротив, советуют немного постоять, не глядя на слушателей, сосредоточиться. Этот прием помогает самому собраться с мыслями, и главное привлекает внимание аудитории, которая невольно, с напряжением ждет, что же скажет оратор. Приходилось наблюдать оратора, который, прежде чем начать говорить, на трибуне медленно снимает очки, протирает их, не спеша надевает. В эти секунды к нему привлечено внимание буквально всей аудитории. Многие во время речи прохаживаются по аудитории, переминаются с ноги на ногу, кладут руки в карманы, меняют положение во время паузы, облокачиваются на трибуну или хватаются за нее, как за спасательный круг. Все это отвлекает слушателей от предмета размышлений, вызывает отрицательные эстетические эмоции. Поза Положение тела в пространстве Осанка Важная часть общего впечатления об ораторе не только с точки зрения эмпатии, но и с точки зрения его собственного состояния. Если оратор сутулиться или держится скованно, то это сказывается на его внутреннем состоянии и чувстве самоконтроля. Хорошая поза означает равномерное распределение веса тела, вертикальное положение, раскованность, но не расхлябанность, энергичность. Поза ни в коем случае не должна быть выученной, заученной, неестественной. Ноги должны быть вместе, одна немного впереди другой. Плечи должны быть расправлены, подбородок опущен вниз. Каждый человек должен поэкспериментировать, чтобы найти для себя наиболее удобную и уравновешенную позу. При этом надо помнить, что нет единой позы, подходящей для всех выступлений. Походка. Важна для выражения различных настроений и подчеркивания, выделения элементов речи. Она может служить формой физической пунктуации. Например, переходы и паузы в речи могут быть выражены несколькими шагами в сторону. Эмотивная фаза – шагом вперед. Если ходьба оратора по аудитории ничем не оправдана, то она отвлекает слушателей. Умеренная ходьба помогает аудитории расслабиться, отдохнуть. Слишком много ходьбы может вывести аудиторию из себя. Общее правило, которым должен руководствоваться оратор, гласит, чем более официальной является обстановка, тем менее выраженной должна быть ходьба. Чем больше аудитория, тем большее количество шагов допустимо. Жесты. Люди используют в двух риторических целях. Подкрепление идеи и помощь в описании. В соответствии с этим жесты делятся на усиливающие, например, сжимание кулака придает словам большую силу, и описательные, для описания размеров, контуров предмета и тому подобное. Оратору следует обратить внимание прежде всего на усиливающие жесты, поскольку они придают значимость фрагментам речи, делая ее более выразительной. Выражение лица или мимика. Стереотипное выражение лиц может не соответствовать настроению аудиторию. Выражение лица оратора должно быть естественным для него самого. Временами следует смотреть в глаза людям, сидящим в аудитории, так как отведенные в сторону глаза воспринимаются настороженно. Глаза, по крайней мере, в относительно небольшой аудитории являются средством коммуникации. Существуют определенные нормы телесных движений, которых следует придерживаться. Итак, нормы телесных движений. Это соответствие ситуации. Телесные движения должны соотноситься с темой выступления, размером и составом аудитории. Официальная тема, небольшая аудитория, люди старшего возраста требуют уравновешенных, относительно ограниченных телесных движений. Чем больше аудитория, тем более интенсивные движения может допускать оратор. Физическая координация. Все телесные движения должны быть скоординированы между собой. Человек может показаться смешным, если он прижимает локти к бокам и двигает только кистями рук. Более того, это показатель неуверенности. Словесная координация. Телесные движения должны быть синхронизированы со словами, которые они призваны подкреплять. Недостаток такой координации может выглядеть юмористично. Динамичность. Движения должны быть живыми, спонтанными, естественными. Начинающему оратору надо научиться контролировать естественные движения для выражения или подкрепления мыслей. Разнообразие телесных движений. Любые телесные движения, особенно жесты, должны постоянно варьироваться. Однообразные движения регистрируются аудиторией и в конечном итоге становятся отвлекающими. Случайный или бессмысленный жест, используемый умеренно, не вредит коммуникации, но если он постоянно повторяется, то может повлиять на результат речи. Человек обычно не замечает своих естественных жестов, поэтому начинающий оратор должен воспользоваться посторонней помощью или возможностями видеоаппаратуры, чтобы оценить характер и уместность своих жестов. Обучение технике самопредставления и самопрезентации с учетом норм телесных движений кропотливый процесс, который должен осуществляться под руководством педагога. Например, известные бизнесмены и популярные политики говорят и держатся безупречно именно потому, что берут уроки у специалистов, которые учат их ходить, сидеть, произносить слова, пожимать руку, соболезновать, смеяться. Техника речи является одним из важных компонентов имиджа оратора. «Заговори, и я скажу, кто ты», утверждали древние. На смену первого впечатления приходит слово. Оратор словом способен привлечь внимание аудитории и вызвать доверие к себе. Звуковая сторона устной речи играет не менее важную роль, чем ее содержательная часть. Известно, что блестящая по содержанию речь во многом проигрывает, если она произнесена вяло и маловыразительно, с запинками и речевыми ошибками. И наоборот, малосодержательная речь, произнесенная фонетически безупречно, может произвести благоприятное представление о произносительном аппарате человека и процессе речи образования, а также о таких ключевых словах, как дикция, голос, интонация. Кроме того, необходимо знать орфоэпические правила языка и способы исполнения речи перед аудиторией. Эффективнее воздействует та речь, которая соответствует вышеперечисленным понятиям и обеспечивает успех в устной коммуникации. Это является залогом безупречного речевого имиджа. Рассмотрим речеисполнительный аппарат человека и процесс речи образования. В человеческом организме нет специальных органов, предназначенных только для речи исполнения, произношения речи. Все органы, которыми пользуется человек, стали ими только лишь в результате многовековой эволюции человека. С точки зрения участия в образовании звуков, произносительный аппарат можно разделить на две части. Одна часть непосредственно участвует в звукообразовании, а другая только лишь поставляет необходимый для этой цели воздушный материал. В соответствии с этим в речи образований выделяют следующие функциональные области. Во-первых, респирацию, то есть организацию дыхания. Во-вторых, фонацию, образование голоса. В-третьих, артикуляцию, то есть производство звуков. Итак, обратимся к респирации. Респирация обеспечивается дыхательным аппаратом, который состоит из легких, бронхов и дыхательного горла, трахеи. Речевая функция дыхательного аппарата состоит в производстве необходимого для работы голосовых связок, то есть фонации или же для создания подсвязочного давления. Следует различать дыхание в покое, которое называют физиологическим дыханием, и дыхание во время речи. Речевое дыхание. При физиологическом дыхании вдох равен выдоху, при речевом выдох длиннее вдоха. Речевое дыхание происходит через рот, физиологическое в норме через нос. Правильная организация речевого дыхания имеет большое значение для устной речи. Прерывающаяся, захлебывающаяся речь не производит благоприятного впечатления и даже иногда раздражает слушателя. Кроме того, неправильное речевое дыхание утомляет говорящего, пагубно сказывается на состоянии произносительных органов. Фонация. Произносительный аппарат состоит из четырех связанных между собой полостей. Гортани, глотки, полости рта и носа. Гортань – это орган, в котором образуется голос. Она состоит из ряда хрящей, соединенных между собой мускулами и связками, которые обеспечивают ее движение. Внизу гортани находятся голосовые связки. Представляющее собой мускульное образование, пространство между голосовыми связками, образующими угол с вершиной впереди, называют голосовой щелью. В состоянии покоя голосовые связки у мужчин имеют длину в среднем полтора сантиметра, у женщин сантиметр и два миллиметра. При сокращении голосовых мускулов голосовые связки укорачиваются и изменяются степень их натяжения. Непосредственно над гортанью расположена полость глотки. Глотка представляет собой трубку диаметром около 3 сантиметров и глубиной около 2 сантиметров с неполностью закрытой передней стенкой. Полость глотки спереди открывается в полость рта. Переднюю границу полости глотки образует поверхность корня языка. Верхняя ее часть сообщается с полостью носа. Глотка может быть отделена от полости носа мягким небом, когда оно поднято и смыкается с задней стенкой глотки. Воздух из полости глотки попадает в полость рта через проход между мягким небом и языком, а в полость носа через носоглотку проход между задней стенкой глотки и опущенным мягким небом. В задней стенке глотки находятся мускулы, которые позволяют изменять напряженность ее стенок и ее размеры, что существенно влияет на качество звуков, создаваемых произносительным аппаратом. Полость рта отделена от полости носа твердым небом и мягким небом, заканчивающимся маленьким язычком. При спокойном дыхании мягкое небо, которое называют еще небной занавеской, опущенной и открывает доступ воздуху из глотки в рот и нос. В этом случае образуются так называемые носовые звуки М и Н. При поднятом мягком небе воздух поступает только в полость рта. Артикуляция. Органы, непосредственно участвующие в образовании звуков речи, называются артикуляторными органами. Их разделяют на активные, снабженные мускулатурой и способные к самостоятельным движениям. И пассивные, то есть неподвижные. Активными органами являются губы, язык, его кончик, передняя, средняя и задняя часть спинки, корень, мягкое небо, маленький язычок, задняя стенка глотки. Пассивные органы это зубы, альвеолы, твердое небо. Деление произносительных органов на активные и пассивные важно для понимания механизма формирования правильной артикуляции звуков. Активные органы производят определенные артикуляторные движения, пассивные являются лишь точкой опоры. Речь образуется в результате движения произносительных органов. При этом объем и конфигурация речевого тракта постоянно меняются, что отражается на конфигурации звуковой волны. Каждому звуку речи соответствует либо определенное статическое положение, либо определенная динамика изменения артикуляторных органов, то есть определенная артикуляция. Человек, овладевая речью, усваивает те артикуляторные движения, которые формируются под воздействием звучащей речи ближайшего окружения и необходимой для правильной артикуляции звуков. Правильность артикуляции это такие движения речи исполнительных органов, которые соответствуют образованию нужного звука. Этот показатель свидетельствует о том, насколько хорошо человек усвоил необходимое артикуляторное движение. В этом смысле обычно говорят о дефектах дикции или шире о дефектах речи, исправление которых является делом логопедов. Здесь различаются две группы дефектов речи, патологические и непатологические. К патологическим дефектам относятся такие, которые связаны с органическими изменениями произносительных органов. Гнусавость, как следствие дефектов неба, дезартрия или с нарушением высшей нервной деятельности, афазия. Непатологические дефекты речи, как правило, обратимы и связаны с нарушением нормативного произношения в результате неправильно усвоенных артикуляторных движений. К ним относятся картавость, произношение звука р, как у вулярного или заднеязычного, шепелявость, произношение звуков с или ш, как плоско-щелевых вместо кругло-щелевых, у-образное произношение звука л и тому подобное. В риторике существует возможность использовать комплекс корректировочных упражнений, которые приемлемы для людей, не имеющих явных дефектов речи, но желающих усовершенствовать навыки произношения или устранить дефекты дикции. Дикция – понятие, которое включает в себя три основных показателя – правильность артикуляции, степень ее отчетливости и манеру выговаривать слова. Хорошая дикция создает благоприятные условия для эффективного устного общения между людьми. Кроме того, дикция имеет эстетическую ценность, будучи одним из наиболее ярких показателей внешней культуры звучащей речи, то есть речевой имидж. Степень отчетливости артикуляции – это показатель, который влияет на разборчивость устной речи. Хотя у большинства людей дефекты речи отсутствуют, степень отчетливости артикуляции у них может быть разной. Например, при отсутствии зубов человек шамкает, и его речь часто малоразборчива. Но даже когда все зубы на месте встречаются люди, о которых говорят, что у них каша во рту, то есть слова произносятся невнятно, артикуляция вялая и речь неразборчивая. Это объясняется тем, что люди, как правило, не обращают внимания на то, как они говорят, хотя уделяют много внимания своей внешности, фигуре, часто тратят много времени на физические упражнения, развивающие мышцы тела. Но мышцы артикуляторного аппарата также нуждаются в тренировке и укреплении. И недостаточно того, что мы говорим «каждый день». Для развития мышц артикуляторных органов нужна постоянная и целенаправленная тренировка. Доказательством этому служит понятие «учительский голос». Голос учителей, ведущих урок, звучит совершенно по-иному, чем в тех случаях, когда они разговаривают на бытовые темы. Этот факт объясняется тем, что на урочи учитель должен говорить отчетливо, чтобы все его понимали. Он напрягает мышцы произносительных органов, они получают необходимую нагрузку и постепенно становятся более сильными, тренированными. Учительская привычка отчетливо произносить слова часто остается на всю жизнь. И потому, как человек говорит, порой можно догадаться, что он преподаватель. Четкая дикция, артикуляция создает впечатление человека уверенного в себе, знающего предмет речи, что является одной из задач устной коммуникации. Поэтому каждый человек должен стремиться к тому, чтобы научиться четко произносить слова. Для этого существуют специальные упражнения. Система упражнений для укрепления артикуляторных мышц применяется на практике прежде всего в театральных учебных заведениях при обучении студентов сценической речи. Процесс обучения достаточно трудоемкий и занимает много времени. При этом необходимо заниматься под руководством преподавателя. Самостоятельные занятия также возможны. Они должны осуществляться методом самоконтроля. То есть необходимо записывать собственную речь с помощью диктофона и постоянно контролировать характер изменений. Работа над исправлением дефектов артикуляции складывается из нескольких этапов. Первый этап. Подготовительный этап. Цель этого этапа состоит в подготовке слухового и произносительного аппаратов к правильному восприятию и воспроизведению звука. На этом этапе проводятся упражнения по различению звуков на слух, а также отработка опорных звуков. Например, для звука с опорным по месту образования является звук И, а по способу звук Ф. Второй этап. Постановка звука. Цель этого этапа – отработка правильного звучания изолированного звука. Это достигается либо путем подражания с помощью зрительного и слухового контроля, либо механически с помощью шпателя или ложки. Третий этап. Автоматизация звука. На этом этапе осуществляется отработка правильного произношения звука в составе более крупных языковых единиц. Упражнения проводятся постепенно, начиная со слогов, затем слов, предложений, рассказа. Четвертый этап. Дифференциация звука. На этом этапе отрабатывается умение различать смешиваемые звуки и правильно использовать их в собственной речи. Упражнения проводятся постепенно, начиная с изолированных звуков, кончая скороговорками и спонтанной речью. Манера выговаривать слова включает в себя характерный для каждого человека темп речи, продление или редукцию слогов. Это связано не столько с характером артикуляции, сколько определяется специфической ритмической структурой слова, то есть соотношением по длительности и интенсивности ударного и безударных слогов в слове, а также особыми модификациями интонации. Выпадение звука в слово искажает его смысл, затрудняет устное общение и взаимопонимание. Манера произносить слова тесно связана с фонетикой. Нормативная, стандартная манера соотносится с научным или официально-деловым стилем, а все индивидуальные особенности произношения, присущие разговорному стилю. Например, слово «человек» некоторые произносят как «человек», а некоторые как «чек». Манера произношения часто характеризуется диалектными особенностями речи и интонации и может привести к различным недостаткам. Назовем эти недостатки. Во-первых, «эконье» – вставка паразитических звуков типа «эм» и тому подобное в паузах между фразами или словами, часто как знак размышления или колебания. Их называют еще рудиментной вокализацией. Это звуки неполного образования, часто менее интенсивные, чем языковые. Иногда они вызывают раздражение у слушающих. Рекомендуется избегать «эконья» в ситуации делового общения, поскольку наблюдаются социальные проявления нарочитого «эконья» по отношению к низшим социальным слоям. Второй недостаток. Продление гласных и иногда согласных. В конце – фразы, а также как знак раздумья или колебания. Чаще всего продляются согласные в союзах «что и» в словах «ну», «вот», в некоторых предлогах в слове «это» иногда в личных местоимениях. Третий недостаток. Задержка дыхания на вдохе. Это происходит неосознанно, когда речевое звучание должно появиться буквально в следующее мгновение, и еще не закончилась фраза контроля и селекции речевых единиц. Четвертый недостаток. Шумные вздохи. Вдох и выдох перед началом фразы. Они также неуместны и нежелательны с точки зрения речевой этики в официальной обстановке. Пятый недостаток. Чмоканье. Шумное отлипание средней части спинки языка от неба и боковых языка от щек. Чмоканье обычно заполняет часть паузы, необходимой для обдумывания, а в спонтанной речи – также для выбора. Оно меньше контролируется говорящим, чем «эканье» или «шумные вздохи». Слабое чмоканье, смачивание полости рта, сглатывание, физиологически свойственно всем и производится машинально. Чмоканье неприятно для слушателя, а потому важно уметь контролировать этот процесс. Шестой недостаток. Нозализация. Произнесение в нос конечных гласных словах. Это происходит из-за небрежного, преждевременного опускания мягкого неба и язычка еще до окончания фразы. Нозализация оценивается как вульгарная черта в речи. Седьмой недостаток. Эмканье. Смыкание губ в конце слов, когда гласно еще звучит «в городе», «девушке» и тому подобное. Это также результат речевой небрежности, которую следует преодолевать. Для улучшения речевых навыков, касающихся манеры выговаривать слова, необходимо постоянно слушать и стараться точно воспроизводить нормативную речь художественного и научного стилей. Перейдем к очередному компоненту имиджа говорящего. Голос и имидж. Голос – это индивидуальная характеристика человека, такая же уникальная, как и отпечатки пальцев. В физическом смысле под голосом понимается совокупность разнообразных по высоте, силе и тембру звуков, возникающих в результате колебаний голосовых связок. Продолжение следует...